приветствую поговорим о справедливой мобилизации вернее о той ее версии как видеть депутат дубинский именно он внес два законопроекта 96 47 и законопроект 96 49 которые касаются справедливой мобилизации и вот давайте посмотрим эти законопроекты подумаем о том насколько они реальны ну вернее насколько вероятно их принятие и насколько это действительно соответствует принципам справедливости итак смотрим и вот смотрим сначала закон 96 47 видим название провнесения змин до деках законе в украины счета справедливо и мобилизации народных депутатов украины и здесь предлагается внести изменения в закон украины о мобилизационной подготовки и мобилизации и какие изменения здесь предлагается выключи ты выключи ты слова народ не депутаты украины вот мы видим выключи ты эти слова выключи ты и где в 23 статье 23 статья это та статья которая предполагает отсрочку от на мобилизации для народных депутатов вот мы смотрим ее вот это 23 статья и вот мы видим здесь в перечне тех людей которые имеют отсрочку есть народные депутаты украины то есть независимо от того там есть у них инвалидность родственники с инвалидностью и так далее они будут иметь отсрочку имеют сейчас отсрочку просто потому что они являются народными депутатами украины и вот дубинский предлагает вот эти слова удалить отсюда да и оставить отсрочку депутатам верховной рады автономной республики крым дальше смотрим что он предлагает предлагает внести изменения в закон про статус народного депутата украины и там предлагает выключить и статью 29 давайте посмотрим что это за статья такая вот она вот этот закон статья 29 называется звильнение народного депутата украины бит призову на висковую службу обозборы и здесь указано что народный депутат на строк выконания своих повноважений звильняется вид призову на висковую або альтернативную на висковую службу а также вид призову на навчальне або перевернита специальные сборы и вот это тоже предлагается убрать чтобы депутатов можно было призывать наравне со всеми гражданами украины и вот давайте здесь делаем паузу и подумаем а какие шансы у этого законопроекта вот какие шансы что депутаты проголосуют за такой законопроект что они скажут окей давайте отменим нам отсрочку либо же либо же что могут сказать депутаты что мы очень важны во время мобилизации что наша миссия заключается в том чтобы принимать закон и соответственно нам нужна отсрочка для того чтобы мы быстро могли принимать законы ну и вообще их принимать вот давай и и поэтому и поэтому вот этот закон мы конечно голосовать не будем давайте подумаем какой из этих вариантов более вероятный теперь нам нужно посмотреть еще закон 96 47 но перед тем как мы это сделаем я хочу вам напомнить что у меня есть телеграм-канал информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее чем в youtube канале также там я отвечаю на ваши вопросы в комментариях ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео а теперь переходим к законопроекту 96 47 вот этот законопроект он имеет название провнесение змин до деках законе в украине еще до справедливой мобилизации громадян украины данный закон видите уже не касается не депутатов да а все громадян украины но на самом деле не всех закон вот здесь можно посмотреть 12 страниц насчитывает мы не будем его весь разбирать чтобы время сэкономить посмотрим только вот в начале чтобы понять его сути да суть в следующем смотрите вот первое предложение которое он делает делает дубинский напомню это его также законопроект про анти монопольный комитет украины закон изменить его как его изменить изменить следующим образом добавить новую часть такого сместу на посаду уповноваженного с взгляду скарг про порушення законодавства в сфері публичных закупівель не может призначаться особа яка не перебувала на військовой службе для військовозобовязанных осіб під час мобілізації не менше шести месяцев крім військовозобовязанных який згідно закону украины про мобилизаційну подготовку та мобилизацію на дано вид строчку вид призову на військову службу під час мобілізації итак в чем смысл я думаю вы уже его поняли допускать к определенным должностям только тех людей которые во время мобилизации во время военного положения в украине проходили воинскую службу если ты не прошел воинскую службу во время мобилизации срока менее шести месяцев ты не допускаешься на эти должности и если мы посмотрим вот полистаем сейчас этот закон то мы увидим что такое же предложение аналогичное касается не только отдельных должностей антимонопольного комитета вот посмотрим какие законы он еще предлагает внести соответствующие изменения про раду национальной безпеки и обороны украины и здесь пишет что секретарь совета рнбо не могут быть занимать эти должности если они не проходили службу да вот данилов наверное сейчас напрягся после этого законопроекта далее местные гос до державные администрации закон тоже соответственно вот смотрите на посаду головы и местных державных администраций не может призначаться особая к не пребывала на висковой службе и час мобилизации дальше смотрим про нацбанк закон про что тут еще есть про цвк вот про цвк закон далее а вот обратите внимание еще что интересное да что предлагает в законе украины про мобилизацию и мобилизационную подготовку в двадцать третью статью убрать вот такие слова и в абзаце першему их выключите то есть что он предлагает он предлагает убрать возможность бронирования сотрудников за органами госслужбы за органами местного самоуправления то без чтобы эти люди никак не уходили от мобилизации чтобы они призывались наравне со всеми и предлагает убрать отсрочку смотрите вы еще для кого полностью убрать отсрочку для бюро экономической безопасности для национального антикоррупционного бюро украины и государственного бюро расследований дбр вот тоже давайте подумаем какие шансы что для них уберут эту отсрочку ну а дальше опять же идет центральные органы выконавчие влады которые должны служить фонд державного майна украины и далее и далее и далее суть его заключается в том вот дальше не буду занимать ваше время там целый огромный перечень этих нормативно-правовых актов законов которые нужно изменить и везде смысл один и тот же человек который приходит на должность чиновника может претендовать на эту должность только если он как минимум шесть месяцев служил во время мобилизации вот так выглядит справедливая мобилизация по мнению александра дубинского примут ли эти законопроекты приобретут ли они статус закона покажет время а вы скажите пока как по вашему мнению должна выглядеть справедливая мобилизация и естественно у меня к вам огромнейшая просьба пожалуйста в комментариях давайте соблюдать рамки приличия я прекрасно понимаю что ситуация сейчас такая напряженная сложная безусловно я понимаю что кипят и бурлят эмоции но пожалуйста давайте в комментариях соблюдать рамки приличия на этом все если вы считаете что видео было информативно полезно поставьте ему лайк подпишитесь на мой канал и вы найдете еще массу полезных видео напомню что с вами был олег лукьянчиков адвокат кандидат юридических наук желаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока